доброго времени суток и вот наконец долгожданное видео про штрихи что такое штрих можно сказать что это исполнительский прием на инструменте который с помощью которого достигается особенность звучания произведения мы разберем основные штрихи как я уже упоминала легата но легата и стаката вот с помощью штрихов можно добиться различного звучания одного и того же произведения когда я рассказывала нот на цифровой системе джан пу то там приводила пример до запись песенки маленькой елочки вот на ее основе мы сейчас и будем изучать штрихи галочками отмечены отмечено взятие дыхания я сделала по два такта если сможете то играть и по 4 берем дыхание в начале произведения играем два такта снова берем дыхание снова игра первый штрих который мы разберем это легата что значит легата это значит связное исполнение то есть одна нота переходит в другую характерно для кантиленной музыки для вокальной музыки и так я сейчас сыграю маленькой елочки приемом или штрихом и легата как это будет звучать дыхание я брала через четыре такта через каждые четыре такта то есть по фразе сыграла с повторением и так в чем заключается прием легата на флете получается что мы атаку звука то есть ту дуем да делаем только на первую ноту фразы то есть когда вы берете дыхание остальные ноты получаются просто переставлением пальцев мы продолжаем дуть и при этом переставляем пальцы получается лига вот здесь одна проблемка появляется это повторение ноты ми там придется мягко очень на вторую ми сделать атаку потому что иначе если мы этого не сделаем у нас будет просто четвертная нота ми получится на и не будет вот слышно 2ми 8 поэтому мягкую атаку там нужно делать то есть мы берем туда на первый звук а потом просто переставляем пальцы но не переставляя дуть переставая дуть я на вторую ми делаю маленькую еле заметную такую атаку эту проблему например китайские флетисты решили способом специальным у них есть прием по сути это форшлаг по идее вот берется более низкая ступень в качестве ноты форшлага к основной то есть если у нас 2 до 3 получается 533 то нам нужно в качестве ноты форшлага 2 и вот они таким образом отделяют повторяющиеся ноты прилегата вот таким образом я так уже не делала внутри фразы при повторяющийся ми просто добавила этот прием этот форшлаг специальный получилась более такая китайская манера исполнения это легата то есть связано теперь я расскажу о штрихе нон легата нон легата переводится как не связано отличается от легата тем что мы каждый звук берем с атакой но мягкой но здесь я должна предупредить что мы не берем дыхание перед каждой атакой звука мы берем дыхание только при начале фразы каждую ноту играем отдельно получается не связано сейчас я продемонстрирую здесь вы заметили как поменялся характер этой песенке по сравнению с сыгранной мною регата нон легата я уже сказала на каждую ноту мы делаем атаку ту-ту ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту гори- миллиcych следующий штрих стакката стакката это отрывистое исполнение нот то есть атака будет жестче звук будет короче вот сейчас подумаю стригу так называемым одинарным стакката есть несколько видов на духовых инструментах в частности на флейте ну что есть двойной еще стакката тройное я еще поговорю сегодня о двойном стакката тройное характерно для исполнения триоли либо ритма 8 2 16 либо 2 16 8 поэтому ну чаще всего для триоли поэтому я поговорю сегодня одинарная и двойной стакката вот уже характер совсем поменялся и уже не похоже на детскую песенку просто потренируемся стакката изображается треугольничками черными можете видеть на записи и сверху букву теста теперь поговорим о двойном стакката в двойной стакката китайские флитисты в этюдах уделяют двойному стакката очень много внимания двойной стакката для чего нужно быстрых темпах сыграть просто вот такая как сейчас я сыграла очень сложно поэтому делают двойной стакката то есть на первую ноту на вторую к получается что мы на более крупную длительность даем т на более короткий чередуем тк 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 обычно это делается на 16 но я покажу на примере елочки что было понятно я сыграю четверти и половину а то есть одинарным а восьмые я сыграю двойным стаккатом вот это были основные штрихи я показала тренируйтесь на этой песне тренируйтесь на пьесах которые вы до этого играли разбирали может быть добавляете разные штрихи штрихи прописаны тоже можете посмотреть китайские сборники там штрихи прописаны хороших сборниках прописаны вот не у всех я это видела я предпочитаю сборники в которых они прописаны потому что китайскую музыку мы не знаем характер и и на определенных произведений и чтобы правильно сыграть в нужном характере нужны штрихи именно те которые используются в этом произведении поэтому обращайте внимание где написано легата она изображается лигой вы видели записи обращайте внимание если написано стакката исполнять его но легата нет обозначения для него просто получается что написаны ступени на них нет ни лиги не обозначение стакката это значит что каждую ноту мы исполняем отдельно но мягкой атакой надеюсь мои объяснения были понятны если есть какие-то вопросы появились или появятся в процессе разучивания спрашивайте можете в комментариях можете в личных сообщениях я отвечу и у меня будет просьба предлагайте свои темы для дальнейших видео чтобы вы хотели чтобы я осветила какие темы игры на флейте либо записи до китайской нотации вот что-то чтобы вы хотели узнать эту флейту спасибо за внимание